Книга «Открытым оком», тема работа, второй том, вопрос 844. «Как вы считаете, если человек мечтает о лучшем, это не дьявольское наваждение и не грешно ли?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А зачем мечтать? Просто надо делать, чтобы все было лучше. По принципу устройства американских дорог. Все дороги хорошие, но хорошие постоянно улучшаются в первоклассные, а первоклассные постоянно улучшаются в экстраклассные. Если вы говорите о материальном благополучии, то и это не возбраняется. Если вы будете бедным, то от вас нет ни десятины, ни милостыни. Нужно работать хорошо и иметь свое, никогда, ни зачем не ходить по соседям, но жить скромно, максимально дешево». Ефесянам 4.28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мечты маниловщина только порождают зависть. Нужно всегда ставить реально достижимые цели и одерживать маленькие победы, как на житейском, так и на духовном фронте. Имею некоторый опыт, согласно изречении Иоанна Златоуста. Если земля, будучи нераспаханной, не производила сорняки, крапиву, то, будучи оккультирована, оккультивирована, она также ничего удивительного не породит. Ни свечка, ни кочерга. Но, 1 Тимофея 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В нашем лагере Стане, о чем мы только едва могли мечтать, ныне есть все. Так точно Бог сотворил относительно нашего места моления, издания книг и многого другого. Мы не просто мечтали об этом, но крепко молились и хорошо трудились, и все средства бросили в одном направлении. Приди к нам, о Боже, приди, мы устали, последние силы слабеют в пути, пригнуты к земле мы под гнетом печали, но дай нам подняться и дальше идти, идти за Тобою на крест, на страданье, страдать за святые заветы Твои. Зажги нас с любовью в часы испытания, и сердце любовью Твоей обновим. В святыню, как прежде, бросают каменья. Мир гонит по-прежнему пасту Твою, мир дышит злобою, коварством и мщением. Но дай нам не сдастся в смертельном бою.